Ведь все, что ты говоришь, ты очень хочешь быть любимым. Ты мужчина или ребенок? Ребенок. Мне очень нравятся твои трогательные слова о жене, но именно она взяла на себя всю нагрузку бабушки, сказок. Практически никогда не было у меня друзей, товарищей моего возраста. В основном всегда старше. И даже бизнес-партнеры тоже старше. Всегда как полноценные деловые партнеры, но я все равно себя внутри ощущаю, что я как сын скорее, а друг или там партнер, как отец. Это вообще минное поле сплошное. Ну, видишь, казалось бы, просто, но, блин, 40 лет, когда не приходишь к такому простому. Привет, меня зовут Дима Борисов, я ресторатор. Живу в Киеве с любимой супругой, воспитываем семерых. Скоро уже будет детей. Ждем седьмого года. Ахренеть. И все ваше? Ну, как мы говорим, на двоих. Ах, у нас есть дети от предыдущих. От первого брака. Да, и, ну, опять же, это всегда дилемма, как, когда спрашивают, сколько у вас детей, как ответь. Ну, то есть, я говорю, ну, у меня семь. В свой сорок успел больше, чем я в свой сорок шесть. У меня трое. Класс. Ну, тоже. Три родителей. Это круто. Я что-то еще должен был сказать про накопившиеся вопросы. Да, да, наверное. И я себя словил на мысли, что... Если бы ты не устроил подляну про семь детей, я бы не включался. Да. Значит, я, честно говоря, смотрю тебя регулярно. Мне очень нравится, что ты делаешь, а как ведешь. Но почему-то название «10 вопросов к психотерапевту» я почему-то воспринимал, что это какая-то обратная игра. Ну, то есть, это не я пришел с вопросами, а это типа вот задаю вопрос к психотерапевту, чтобы разобраться, как устроен, например, ваше дело или еще как-то. А только что, буквально за вот... Ну, пока здесь был за пять минут до начала, понял, блин, так это же я на сеанс, получается, пришел. Это же как бы... Потому что есть вот этот вот... Ну, короче говоря, у меня есть, конечно же, всегда очень много вопросов. И точно не 10, а, скорее всего, много, если копнуть особенно с первого. Вопрос первый, в котором сейчас нахожусь. Как справляться с негативом, который... Ну, мы, например, предприниматели, как мне кажется, часто ловим где-нибудь в каких-то комментариях. Что я имею в виду? Как справляться? Есть состояние меня в какие-то моменты, когда я спокойно на это посмотрел, там, улыбнулся. А есть состояние, например, вот осенью начинают происходить, когда это начинает цеплять. Ну, то есть, и там просыпается какая-то внутренняя обида или желание, там, доказать обратное, знаешь, или, ну, короче говоря, вляпаться в какой-нибудь сраче, как это называется, там, как бы... Прямо отвечаешь на комментариях? Как правило, приняли уже правило, что не пускайте собственника в комментарии, если происходит какой-то дискурс. Вот, но желание не пропадает, желание есть вступать в комментарии. А можешь заметить какое-то место, где цепляешься? Ну, почему одни комментарии цепляют, другие не очень? Или почему в одной ситуации цепляешься, вот осенью, вернее, осенью цепляешься, вот летом не цепляешься? Что это о том, в каком сцене ты оказываешься? Можешь его немножко описать словами? Потому что я представляю, то есть, у меня же тоже хитеров навалом, как-то, понимаешь? Вот, и, ну, интересно, чем, в чем мы ранимся? Ну, вот это конкретное состояние внутреннее, то есть, грубо говоря, есть силы с тем, чтобы воспринимать конкретно, там, комментарии адекватно. Ну, например, там, что люди все имеют право на любое мнение, тем более, там, в социальной сети, тем более, если это касается того, что у меня есть какой-то бизнес, и у него есть какой-то продукт, и на это есть внутренняя сила. В какой-то момент, когда внутренней силы нету, почему-то вот так вот воспринимать эту ситуацию, цепляет то, что, ну, например, ощущение несправедливости. Ну, то есть, несправедливо, например, там, оценивают, там, не знаю, мою еду или, там, мой какой-то, там, ресторан, там, с точки зрения субъективного восприятия. Да. Да, ну, допустим, летом это было бы ок, потому что, ну, ок, субъективно все имеют право, как бы так, оценивать или, там, обесценивать ок. Мы это, как бы, спокойно воспринимаем. А в какой-то момент, вот сейчас, например, нет, хочется, не, ну, ребята, как бы, в юморной форме, причем юморная форма тоже часто бывает, знаешь, на грани... Ну, она бывает одной из самых болезненных. Да, и, ну, я имею в виду, я могу отреагировать, откомментировать, на, как бы, на негативные комментарии, а потом начинаю париться, потому что, когда это цепляется одно за другое, и там уже этот срачек, Борисов, как ты можешь так отвечать? Ну, вот, вот, что ты знаешь, в таком ключе. И вот это дальше состояние, то есть, там, можешь, не знаю, три-четыре дня париться по этому поводу. То есть, дальше, там, какие-то, наверное, комплексы вины, что-то вылазит, блин, ну, я же не хотел обидеть, на самом деле. Хотел в юморной, саркастичной форме отреагировать, ну, и отреагировал же на нападку, как бы, на меня. И реально внутри вот это ощущение такое... А больше колбасиваешься на предмет того, что как-то отреагировал не так, как нужно, да? Или на сам комментарий, цепляющийся за еду или... Нет, я думаю, конкретно, вот так как это в периоде еще тянется, несколько дней потом. Парюсь по поводу того, что в целом, ну, не хотел находиться в конфликтной ситуации. То есть, скорее всего, я, как свой внутренний психотерапевт, пытаюсь постоянно разложить это все по полочкам. То есть, происходит история, что мне в этот момент нет сил находиться в конфликте в целом и с этим конфликтом разбираться. Мало того, давно себя ловлю на мысли и понимаю, что я стараюсь всегда избегать конфликта. Мне конфликты дискомфортные, ну, то есть, в любой форме. Хотя, с другой стороны, потом посмотрел на эту историю, ну, блин, ну какой же это конфликт? Это же вообще какая-то иллюзия, называющаяся там социальная сеть и проблема, высосанная, по сути, как бы из пальца. Но это все вот куча каких-то, знаешь, пазликов, которые в одну картинку пока не складываются в рамках вот этого вопроса. То есть, как большое количество времени, ну, то есть, условно говоря, в течение года, то есть, условно говоря, как 80% года этого времени спокойно реагировать на негатив или же на конфликт, или же там как себя, не знаю, в этой ситуации держать вот в нормальном гармоничном состоянии, а не чтобы выбивало из конфорта. Это же неправдой будет, слушай, если в какой-то момент ты чувствуешь себя таким уязвимым и более слабым, неважно по какой причине. Да, и называют это слабая позиция. Да, там витаминов мало, солнца мало или там чего-то еще, но, очевидно, становишься слабее. В какой-то момент становишься слабее, это же правда. В смысле, ты становишься более уязвим. И когда мы более уязвимы, мы там, не знаю, обычно ранимся быстрее, падаем быстрее. И на самом деле это же неплохо, нехорошо. Наверное, это приносит дискомфорт, но я думаю от того, что ты это не принимаешь в себе. Не сам там комментарий, нападки, а свои реакции. Я думаю, что если бы ты в ладу был с этой своей такой слабостью в этот момент, я думаю, что реакции таких бы не было. Но это же так нас могут ранить, тем более иногда могут зацепить за что-то святое. Не знаю, есть, наверное, там... У каждого свое, да. Части, в которых ты не цепляешься особо, где у тебя все окей. Не знаю, напишут там, да Борисов плохой отец. Вот, он... Дети хорошо, это хороший отец. Ух, да, можно так цепануть, действительно. Цепануть можно, да? Конечно, да. Мы, кстати, эфир делали с твоим коллегой, с Димой Карпачевым, вот, года, наверное, полтора-два тому назад. И как раз вот он меня очень прям на эту тему как рассказал, на детскую. Да. Ну, потому что здесь... Это вообще минное поле сплошное. Потому что, ну, там, старшие дети, Данилия 16, Демиду 14, и они живут с мамой, получается. То есть, с моей первой супругой. Вот. Мы живем, получается, пятером скоро уже будем, да? Сейчас в четвером. У меня есть приемная дочь Катя. Получается, от первого брака Лены. И вот этот вот тоже пазл, когда комплекс вины. Уделяешь ли ты достаточно внимания детям, да? Чтобы работать через детей, находиться на периферии. Да, отец, как бы. А честно, я сам себя еще ощущаю не совсем, там, взрослым. Я считаю, мы с тобой в юном возрасте. Или, там, приходим в зрелый. И будем надеяться на медицину, антиэйдж, я думаю, где-то на третьей, может быть, жизни будем надеяться так. То есть, ощущаю себя тоже еще достаточно юным. Ну, короче говоря, да. Тут с детьми тоже может быть. А вот ты, когда такой юный, и тебя цепляют за эти больные места. Да. Я представляю, у меня тоже старшая дочь живет в другой стране со своей матерью. Двое детей наших от второго брака живут со мной. Конечно, у меня есть чувство вины. Ну, не только вины, и стыда, наверное, что они живут в другой стране. Я вижу там свою старшую дочь на два раза в год. В лучшем случае. Хотя вот за последний год вообще один раз увидел. Мы переписываемся. Ну, в общем, какой в переписке так себе формат получается? Как дела, как школа? Хорошо. Папа дай денег. Да, да, да. Примерно так. А в чем ты нуждаешься в этот момент, когда юный Дима подвергается таким атакам в больные места? Ну, вот хочется чувствовать себя ребенком, чтобы позаботились в этот момент. И это, кстати, те ситуации, которые я там с мамой, опять же, когда в терапии нахожусь. Опыт у меня такой выумил с тобой до начала. Проговорили это. Я ощущаю себя реально сыном мамы. И огромная заслуга Лены, супруги, что она там много лет назад продемонстрировала мне, как можно, будучи уже зрелым, по сути, взрослым человеком, оставаясь сыном, но уже перейти в роль, ну, как бы, заботы о родителях, да, то, что называется, то, что у меня даже как файла не было. Но, скорее всего, вот в эти моменты вылазит история, что, ну, ребята, я же как бы маленький еще, я там как бы хочу, чтобы мне хорошие слова говорили, как бы они плохие. Если что-то не так происходит, просто объясните, а не в конфликт меня как бы втягивайте. Скорее всего, конечно же, это все там из детства тянется, потому что мама тоже разводилась с отцом, когда я там был плюс-минус в каком-то там 8-9-10-летнем возрасте. Это все, конечно, все тянулось. Мне казалось тогда вечность, вот, когда непонятно было вообще, как с этим там справляться, жить. Но вот, если отвечая коротко на то вопрос. А такой комментарий пишешь? Вот очень красивый комментарий был бы, когда ты сказал эту фразу, ребята, ну, я хочу, чтобы, ну, ценили то, что я делал, а вы меня в конфликт тягиваете. Мне здесь неуютно. Мне хочется, конечно, знать, что я делаю мир немножко лучше своей едой. И я очень уязвим к вашей оценке. Ну, или там... Нет, такое не пишу, и могу тебе дальше... А сказал красиво вообще, знаешь, вот когда ты сказал эту фразу, я прямо впечатлился. Она, кроме всего прочего, прикольная, знаешь, что было? Что до и после фразы твои довольно сложные, ну, и витиеватые. Но они такие, нужно улавливать смысл от начала до конца, чтобы понять ту очень небольшую суть, которую ты вкладываешь. А здесь прямо каждое слово прямо в точку. Я прямо представил себе такой разговор, в котором я бы получил такой комментарий. Понятно, что большая часть хейтеров не очень вменяема. И, наверное, на этот комментарий ты получил бы еще какие-нибудь гадкие комментарии. Но когда ты об этом сказал, мне прям попало. Мне показалось, что это очень сильно. И парадоксально, когда ты перестаешь бороться со своей слабостью, этот комментарий был очень сильный мужской. Вот ты называл это ребенком, но когда ты говорил сама фраза, когда не боролся с этим, очень сильный мужской комментарий. А я продолжу тебе отвечать, почему я так не отвечаю. Потому что в момент ощущения слабости, мне кажется, проявить, вот так откомментировать, это будет проявить слабость. Охренеть. Хотя ты мне даешь оборотную связь сейчас, что это на самом деле сильная история. И я начинаю, то есть когда я уже втягиваюсь в конфликт, отвечаю другими словами, включая сарказм, включая, ну иногда даже было пару раз, когда я достаточно так грубо отвечал, расширенно, да, пытаясь объяснить, вот по сути, то, что ребята, то, что я сейчас коротко тебе как бы сказал, я так длинно, и с, ну как бы с негативом, как бы ответным, мне кажется, что в этот момент я ж типа, ну то есть здесь включается эго уже, ну то есть это уже работа эго, я типа с сильной позиции, поэтому с сильной позиции вот вам отвечаю, боясь слабой. Ты же таким не являешься в этот момент, правильно? Нет. То есть ты, по сути, обманываешь себя. Ну я за какое-то время в своей практике научился слушать не ушами, а животом, что ли, неким, да, как я это чувствую. Душой. Душой, скажем так, да. Не очень люблю слово душа, потому что много, ну, коннотаций таких религиозных или духовных, но мне кажется, я чувствую эти вибрации, которые происходят, когда ты говоришь о том, что вот эта фраза прям очень хороша, что, ребят, ну, я, конечно, хочу нравиться, мне хочется, чтобы моя еда нравилась другим людям, я рано, если когда вы так говорите. И ваш комментарий не очень уважительно, он втягивает меня в этот спор, конфронтацию, мне не хотелось бы. Он, я вот, когда я его слушаю, он так попадает внутрь, говоря о том, что в момент этой фразы ты, наоборот, вырос скорее, если размеры твои брать. Именно в этот момент парадоксально. Я не знаю, какую-то фразу написал, когда ты становишься большим и сильным и берешь в руки, там, не знаю, меч или что-то, берешь там отбойный молоток, там автомат, начинаешь стрелять, но в этой фразе очень хорошо. Ты не борешься с собой, но почему-то именно это не выпускаешь. Вот. Это же ключевой вопрос. То есть, почему я играю вот в эти вот какие-то игры, где я понимаю, что вот это действие сейчас приведет к тому, что мне, скорее всего, я с позиции силы пишу, но мне будет не очень хорошо по ощущениям. И это же повторяется с какой-то периодичностью вот в какое-то уже значимое количество времени. Много лет. Где-то же есть эта причина, да, то, по сути, с чем. И приходят ко всем, наверное, психотерапевтам. Мы, пациенты, найти, где же там вот эту вот штучку, которую как-то пере... Или может ее просто нужно видеть, не обязательно переключить этот тумблер. Я думаю, что ты умный чувак, мы причину эту найдем быстро, ты ее уже сам нашел и связал с разводом родителей. Речь в другом. Как сегодня попробовать жить по-другому? Ну, ты же хочешь по-другому реагировать, правда? И я первый вопрос, который я тебе задал, он заключался в том, что, а что ты хочешь в этот момент? Ну, ты говоришь, чтобы... Чтобы как ребенка... Не помню, какой глагол ты использовал. Как-то пожалели, поддержали, как это выглядело. Забота, можно сказать. Забота. Например, вот как это выглядит. И дальше ты стал говорить о жене. И потом мы стали говорить о жене, жене, жене. Да. И упустили этот момент. А я думаю, что она в этот момент тебе может, должна, или ты хочешь, чтобы она сказала? Или не она, еще кто-то? Как раз вот Ленусечка очень хорошо с этим справляется. Она как раз и говорит... Все мудаки, а ты Д'Артаньян. Не, ну так, Димуска, я тебя люблю в любом случае любым, поэтому не парься, когда я с ней делюсь этими своими переживаниями. Она говорит, я тебя люблю любым. Но когда я уже прошу ее обратную связь, вот она мне пару дней давала эту обратную связь, и мы это, значит, там, рассматривали с позиции оценивания, обесценивания, вот с этой... То есть почему мы видим это отражение, потому что есть же еще другая игра. Мы понимаем, что мы-то видим, или нам пишут, то, что, скорее всего, ну, резонанс происходит, потому что как в зеркале. И вот в этом контексте искали причину. А так она спокойненько говорит, но обратку мне давала. Потом говорит, о, смотри, а у тебя сейчас такая же история происходит. А вот у нас такая-то история была. Но я в этот момент хорошо себя чувствую, потому что, ну, с благодарностью, потому что ок, спасибо, ты мне даешь эту обратку. А я задумываюсь в этот момент, как бы, чтобы поменять. А что происходит с этой позицией? Ты говоришь, вот эта сила, слабость, ты сильным остаешься или слабым? Когда тебе кто-то заботится, ты мужчина или ребенок? Ребенок. Ребенок, да? Да, ребенок. А как ты это чувствуешь? И почему ты перестаешь быть в этот момент мужчиной? А это вопрос ответственности без ответственности. То есть в этот момент я не хочу брать ответственность, например. Ну, то есть, типа, да, это мой ресторан, ну, это же накосячил кто-то. Ну, типа, ребята, какие ко мне вопросы? Я вот создал эту офигенную историю, там, пожалуйста, вы там устрицу едите за 29 гривен за 1, как бы, евро. Ну, а то, что там открыли, например, и не подрезали, как бы, окей, вы имеете право на негативный комментарий, что вот, я был во Франции, мне там подрезали. А здесь, значит, не подрезали, поэтому вот тебе единица за это твоему кафе. Понимаешь? А я, типа, в этот момент, ну, как бы, ребята. Ну, как ты к этому относишься? Так будто, ну, критикуешься. Сейчас вообще хорошо. Ну, как будто, ну, критикуешься, говоришь о том, что, ну, я безответственный, я говорю, а ты мужчина в этот момент спрашиваешь? А ты говоришь, ну, нет, скорее ребенок, потому что я... Нет, сейчас бы я был бы мужчиной в этот момент, потому что я бы спокойно вот в этом состоянии, как сейчас нахожусь, в комфортном кресле немножко. Осень? Осень, ну, солнышко, видишь. Ну, просто неделя дождик был. Да, я бы, ну, разъяснил, там, например, что есть разные способы, там, в одном случае подрезают, в нашем случае, там, не подрезают, чтобы услышать писк и, не знаю, движение устрицы от лимонного сока, чтобы было доказательство, что оно там... Она что, пищит? Живое. А? Я никогда не слышал писк устрицы. Ну, есть же такой стереотип. Я понял. Да. Поэтому хочется... А вот это уже с моей стороны сарказм, потому что я даю... Я могу дать вот так комментарий, специально подстегнуть и чуть-чуть даже унизить, как бы, человека, ну, что, типа, это ты, Игорь, не знаешь, что устрица на самом деле не пищит и что ее там не нужно подрезать, потому что она должна тебе, ну, чтобы отреагировала, это же мышца, по сути, да, чтобы она отреагировала от лимонного сока. Поэтому она должна быть пристегнута. Получается так, что очень много власти в этот момент ты передаешь этим людям. Да, но не я инициирую, а я реагирую. Вот это постоянное вопрос. Но власть прямо уходит к ним. И весь танец заключается вокруг власти. Ты либо даешь им так много власти и начинаешь с ними бороться. Мне кажется, если ты ребенком оказываешься в этой ситуации, то скорее там, где ты начинаешь бороться, потому что реально у этих людей много власти получается. И чувак, которому не понравилось там, ну, блюдо какое-то, там, пусть устрица, например, вот, начинает обладать на тобой много власти, ну, там, где ты начинаешь топать ногами, кричать, да ты ничего про устриц не знаешь. Да, я это знаешь, как называю? Провокация. То есть меня специально провоцируют, чтобы затянуть эту историю. А там дальше идет же ролевая модель разная. То есть хейтер имеет право написать комментарий, хейтерский, с матюками. А я нет. Меня же называют публичная особа. Ну, да, да. Да. А я говорю, не, ребята, смотрите, это же мой бизнес персонифицированный. Вы же как бы уже 10 лет и ходите к Диме Борисову, поэтому я точно так же имею право, например, ну, писать то, что я думаю. А оказывается, нет, потому что это уже образ. Они же не с Димой Борисовым, Димой Борисовым. Мальчиком, мужчиной. Они просто с образом вообще общаются. А образ не имеет права. А это меня еще может больше в какой-то момент напрягать. Потому что я думаю, оу, а где же здесь я, а где же здесь образ? Ну, то есть включить себя, стать взрослым условно, да, и включить себя, играть в игру дипломата на вы, на ты, ну, вот эту вот историю. Это и другое, Дим, предательство себя. Весь этот фокус в том, что действительно вот эта дилемма, в которую ты загнал, является то тупиковой, потому что неправдивой. Потому что из всего этого там типа, ну, может, там, вы знаете, что такое устрица вообще? Что-нибудь такое напасть с одной стороны, с другой стороны стать дипломатом. И спасибо за ваш комментарий. Мы обязательно разберемся. Вот, и напишем вам, соответственно, отклик. Будем рады, если вы дадите нам еще шанс, придете в наш ресторан. Да, но это тоже должно быть искренне. Потому что... А сам сидишь в этом... Да, я играл в эту игру, когда я пишу, нет, я не хочу сейчас так, я хочу трехэтажным обложить. Так, вся эта дилемма, о которой ты говоришь, все равно чревата предательством. Я почему возвращаюсь к твоему комментарию? Потому что он оказался очень живым, и он единственный правдивый. Потому что в этот момент ты действительно хочешь признания. Даже не хочешь, хочешь признания, ну, иначе бы не ранился. И не прячешься от этого, прямо его просишь. Вот так же, как ты честен с Леной, я правильно услышал имя жены, так же ты честен с этими хейтерами. Чем это закончится, я не знаю. Но ты... Это единственный вариант, в котором ты окажешься собой. В своем размере. В своем размере тем, кто ты есть. Был бы ты, там, не знаю, там, деревянным по пояс бизнес-буратиной, который не чувствителен к хейту вообще, ну, потому что это они дебилы. Вот этой проблемы бы не было. И, честно говоря, вряд ли ты был бы тем, кто ты есть. Потому что тем, кто ты есть, делает тебя именно вот это место, в котором ты становишься слабым. И не борешься с этим. Мне понравился твой комментарий. Ребята, мне, конечно, хочется ваше признание. Я понимаю, что не могу всем нравиться, и я ранюся в этом месте. Но... О, вот сейчас классное состояние, знаешь, когда отпускает. Знаешь, как это... Отпускает за счет чего? Вот ты говоришь, и я как бы это, ну, проговариваю внутри себя, и действительно, ну, то есть попало в самую... Я тебя отражаю только. В самую точку, да. То есть я на самом деле вернул тебе только ту фразу, которую ты сказал в течение трех предложений, коротким. Это был вот, ну, длинный твой текст, и в нем была вот эта короткая фраза, которую ты пробежал, побежал дальше. Ну, это ты был. Я лишь к тебе остановился, потому что я почувствовал, что в этом месте есть что-то такое важное. Я когда-то давно понял одну вещь, что лучшее, что я могу сделать в своей жизни, ну, и в терапии тоже, это просто не быть кем-то другим. Был бы ты другим, и тебе еда была бы другая. Или не еда вообще. Ты производил бы, не знаю, виски или что-нибудь еще в этом роде. Вот. И лучшее, что я могу сделать в терапии, это не быть кем-то, кем меня хотят видеть. Вот. А быть тем, кем я есть, потому что другого Игоря ни у них, ни у меня нет. И меня трогает, что ты, ну, ты говоришь о том, что там как-то не был готов к сессии, но, в общем, ты, мне кажется, какой-то такой благодарный клиент. Прикасаешься к чему-то, что и не убегаешь из этого места. Да, но тебе же, не знаю, девчонки говорили, да, когда предложили поучаствовать в съемке. Я за день до этого Лени прислал ссылочку, по-моему, с Баги, Баги, Ирина? С Багировой. Лили Багировой. Да, с Лили Багировой. Вот. И прям, ну, и написал, говорю, я хочу к Игорю... Как раз думал на терапию, пейте. На терапию, да. Да, поэтому мы после съемки с тобой еще график согласуем, как бы поговорим. Ряд вопросов по техникам, вот, если можешь, вкратце мне расскажи. Вот сейчас то, что произошло, это закрытый гештальт, да, то есть почему гештальт-терапия, почему вот эту вот фразу, которую мы направо-налево говорим, вот, закрыть гештальт, что это и почему это важно или просто это откуда-то придумано. Я понял. Ну, поскольку я эту фразу не говорю никогда. Да. А так можно закрыть гештальт? Потому что я... Откуда она родилась, интересно. Я думаю, что эта фраза сленговая вообще к психотерапии не имеет никакого отношения. Мне кажется, ее просто заимствовали люди, которые что-то о гештальт-терапии слышали. Не то, чтобы она совсем бредовая, но там идея заключается в следующем, что мы живем... У нас есть некий опыт. Если мы в этом опыте проскакиваем мимо себя, ну, например, мимо какой-то своей потребности, ну, например, потребности признания, и мы делаем вид, что мы не очень нуждаемся в признании, то дальше, не получив это признание, мы остаемся голодными. И нас что-то тянет все время туда вернуться. Ну, и по сути, в твоей фразе «Вы придурки вообще знаете, что такое устрица» есть кривой способ попросить о признании. Конечно же, таким способом признание получить невозможно. Почему? Потому что ты говоришь из какой-то роли, которой не являешься. И в этом смысле вот этот гештальт может... Гештальт что такое? Это процесс возникновения какой-то потребности важной, ее удовлетворение, возникновение, удовлетворение, возникновение, удовлетворение. Мы что-то хотим, просим, получаем, не получаем. И если ты пытаешься быть сильнее, чем есть, или слабее, чем есть, или вежливее, чем есть, то тогда ты промахиваешься мимо себя. Моя задача, как терапевта, заключается в том, чтобы просто не дать возможности тебе проскочить. Моя задача даже... Вот смотри, мы с тобой разговариваем, и ведь эту фразу, после которой тебя отпустило, она не моя. Ты сам ее сказал. Но ты просто проехал на экспрессе, не останавливаясь. Потому что на самом деле все, что нам нужно для того, чтобы быть счастливыми, есть уже. Но просто мы это проскакиваем мимо. Люди, которые чувствуют, что их не любят, каждый день проходят мимо любящий глаз. Люди, которые считают, что их все время предают, не замечают людей, которые рядом с ними много лет видят этого одного, кто их подставил и кинул. У меня меня все время предают. Да. И все, что нужно, это просто обратить внимание на то, кто ты есть. То есть моя задача там заключается, в том, что это в некотором смысле не техника же, это некая философия, подход к жизни, что ты прекрасен, как ты есть. Если ты чувствуешь себя в этот момент ребенком, крутяк, но когда Лена дает тебе, что ты хочешь, ты в этот момент и остаешься все тем же сорокалетним мужчиной, у которого на минуточку скоро будет семь детей. И когда мы не проскакиваем и мы перестаем себя обманывать, мы стоим немножко счастливее. Стоит на тебя посмотреть, вот если бы, ну вот даже там со стороны, с первых фраз. Да. Я бы сказал, что Дима чувствительный, ранимый, нежный, нуждающийся в любви. Это очень заметно другим людям. И здорово, что если другие люди это видят, и ты это не прячь. Как с точки зрения пиар общаться с хейтерами, я тебя не научу. Но как с точки зрения обращаться со своей жизнью, это вот прям такой вот важный способ пиар. Я думаю, что я, например, на комментарии хейтеров вообще не отвечаю, стараюсь не отвечать. Я когда-то принял такую позицию много лет назад, что если в каком-то вопросе, комментарии, отклики, все равно, это там публичная лекция или там, не знаю, сессия или видео в Ютубе, мне задают вопрос, в котором содержится любопытство, это единственное условие, при котором я отвечаю на комментарии. Если содержится просто там свое мнение, я пишу спасибо вам за отклик. Если кто-то пытается критиковать меня, вот, я говорю прикольное мнение. Я считаю следующее, что если это мнение, что это способное на меня произвести впечатление, этому суждено случиться. Если нет, этому никак нельзя помочь. Я не за спор, я за то место, где мы можем встретиться. Он свои идеи, я свои. Ну, часть комментариев хейтеров, где пишут, ну, ты придурок, посмотри на свои джинсы, или там, ну, как такой дебил может заниматься психотерапией, или что-то в этом роде. Я считаю его не очень корректным, просто удаляю. Все, точка. Вот. Пиар-менеджер мне скажет, не надо удалять. Я говорю, нужно отреагировать. А я его, скорее, удалю. Ну, потому что это та площадка, которой я хочу, в смысле. Ну, тут, да. Но критика, жесткая критика, жесткая критика, типа, этот человек Фрейда не считал, скажут они. Он же говорит Фрейд, вот, поганым этим тоном. Фрейд, а не Фрейд. Ну, я его оставлю. Ну, почему? Ну, вполне. Ну, в диалог вступать не буду. То есть, нет, как бы, тех областей, которые тебя цепляют? Ну, я имею в виду, комментарии ли есть? Да, да, хрена, да. Я думаю, что есть масса областей, за которыми меня можно зацепить, и в которых я потом буду ходить и печалиться, и думать о том, там, не знаю, не знаю. Ну, например, там, то место, которое для меня какой-то важный и хрупкий. Я человек очень теплый и любящий. Вот. Не только люблю своих детей, свою жену, но я люблю людей, которые ко мне приходят, но я довольно жесткий. Ну, это может не показаться, но... На сеансах, я надеюсь, нормально, да? Да, да. Бывает, бывает на сеансах. Бывает на сеансах. То есть, я могу быть очень острым, очень острым, жестким и непримиримым. то есть, в какой-то момент я заметил, что есть что-то хрупкое, такое едва уловимое, что есть вообще к людям, которые ко мне приходят или которых я вижу. И, когда кто-то этого не замечает и говорит о том, что, ну, ты людей не любишь, ты скотина, ты жадная скотина, которая бабки зарабатывает, например, я ранюсь, потому что в этот момент, когда я открываюсь, мне становится, ну, но, наверное, последнее, что я буду, это в комментарии вмешиваться, потому что мне станет хуже скорее. Как люди говорят, Игорь, как устойчивым стать? Ты начал с того, ну, как не реагировать на хейт? Это худшее, что ты можешь делать, вот если перестанешь реагировать на хейт, потому что ты перестанешь быть чувствительным человеком, которому, ну, твоя работа же, если я правильно понимаю, но творческая, это же не просто штампуешь заведение, правда, нужно что-то придумать, концепция. Я был в нескольких твых заведениях, мне понравилось. В этот момент, если перестанешь быть чувствительным, ты будешь делать Макдональдс, или там, не знаю, там, будешь делать все свои, там, Крабсбургеры, штамповать, вот эта сеть, они ничем не отличаются. Грубо говоря, как я понимаю, правильно ли я понимаю, стремиться к стопроцентному постоянному гармоничному состоянию, ну, не имеет смысла, потому что в любом случае где-то будет какая-то доля вот этого, ну, цепляния или там попадания в какие-то состояния, не знаю, в ситуации, которые все равно будут вызывать, ну, грубо говоря, чтобы ощутить... Я не перфекционизм за, как там, гармонию, в котором... Это же не называется гармония, что ты смотришь на комментарии, тебе похер, а тебе же не похер. Это не гармония. Гармония, это когда ты говоришь, ребят, мне не похер. Вы реально меня этим обидели. Мне не похер, я поранился, я не буду вам писать комментарии, что я хочу сделать свою еду еще лучше. Вот сейчас я занят тем, что я поранился. В смысле, это не текст комментария, это текст того, что происходит внутри тебя. И это гармония. Я имею в виду в целом, если относительно психотерапии, как способа решения каких-то своих внутренних вопросов. Если ты мне задашь вопрос, Дима, ты в целом счастлив? Я тебе отвечу да. Что тебя... Есть, что тебя беспокоит? Да. Да. Вот, как бы, ряд вопросов. Более... Имеет ли смысл мне или же таким, как я, которых в целом, ну, грех жаловаться, как говорится, все ок. Ходить к психотерапевту, гештальт-психотерапевту, да, или как просто к психотерапевту, там, фрейдисты и многое, я так понимаю, как бы, течения. Вот такой вопрос. То есть, ходить ли, когда хорошо, или ходить ли, когда плохо, или ходить ли регулярно? Просто вот такой совет дай в целом. Это же твоя жизнь, я же не знаю, ходить тебе на психотерапию или нет. Психотерапия-то роскошь. Психотерапия-то... Она нужна только в том случае... Вот смотри. Есть привычный стереотип в голове у людей, что психотерапевт это тот человек, который помогает проблемам. решить. Вот есть проблема, ее не должно быть. Вот я последний человек, которому имеет смысл идти за этим запросом, потому что ко мне придя, жизнь твоя станет сложнее. Потому что вопросы, да? Потому что, по сути, психотерапия, это вопрос, это процесс, в котором ты все больше начинаешь интересоваться собой. И я иду на психотерапию, например. То есть у меня за спиной примерно десятилетие психотерапии, когда я учился гештальтерапии, потом я учился групповому анализу и проходил групповой анализ. В целом, примерно десятилетие. Потом у меня был перерыв примерно десять лет, когда я не ходил на терапию. А последние два года я снова регулярно раз или два раза в неделю даже, как если удается два раза в неделю, я два раза в неделю хожу на терапию. Я хожу на психотерапию. Сейчас, на данный момент, у меня нет проблемы, которую я бы очень хотел решить. Да. Но мне жутко интересна моя жизнь. На принципиально каком-то другом уровне, чем он был десять лет назад. И объем сложностей, которые в терапии появляются потом, или, например, там, не знаю, моих страхов, или, например, тревоги, которые появляются в моей жизни, сейчас радикально больше, чем двадцать лет назад, когда я начал психотерапию. То есть, вот это никогда не закончится. Смотрел лучше? Neverending Story. Черный список смотрел, не? Blacklist. Да-да-да. Это сериал. Что-то пытался. Рейдинг. Это неважно. Но неважно. Знаешь, почему страшно мне такое смотреть? Страшно, да? Да, да, страшно. Ты про страхи цепанул. Прикольно, а что страшно? Не знаю, вот я все, что как бы, я даже сейчас у меня картинка вот эта шляпа у него, да, там, в шляпе, вот это вот такое серо-черное как бы тона. Мне кажется, я когда-то в глубоком детстве опять же попал сам в Миргороде, кстати, вспомнил, это было на фильм ужасов, вот, и прям очень мне было страшно, я прямо убежал, пришел домой, и мы там гостили у, значит, ну, у знакомых, вот, и как сейчас помню, тогда мне бабушка, я говорю, я не могу спать, это бабушка, которую мы гостили, я не могу уснуть, я, по-моему, даже не признался, что я был на фильме ужасов, вот, она сказала молитву, молитва вот тебе, проговори ее несколько раз и уснешь. Сработало? Тоб ты понимал, не было ни одного вечера с того момента перед сном, чтобы я ничего не прочитал эту молитву. А что за молитва? Отчинаешься? Коротенькая, да, коротенькая, коротенькая, да. Господи, Иисус Христос, на Божию прости на грешных, ну, вот такая вот. С тех пор прямо, да? Прямо вот в эту, как бы в эту... Вчера вечером это тоже было? Да, это ежи... Ну, вполне возможно это утрировано, но как бы уже до автоматизма, понятно, это за годы как бы. А мне было лет 8, может быть, ну, что-то такое. Не 8, 11, 12, может, уже такое, наверное, было. Так это я о чем? И мне кажется, вот с того момента мне прямо все, что эмоцию вот такую страшную может вызвать в кино, я боюсь смотреть. Былоклис. Хотя, может быть, это просто детектив какой-то, ну, что-то там... Детектив, да, он не смотрел. С убийствами? Я со своей дочерью смотрю, младшей, смотрел. Она не могла уснуть каждый раз. И ты... Посмотри и уснешь. на самом деле это единственный сериал, на котором она не засыпала. Когда мы смотрели что-нибудь такое, типа Кухню, вот, или что-нибудь в этом роде, или там Отель Элеон, что-то в этом роде, она врубалась сразу, к концу первой серии. Вот, когда мы смотрим Черный список, она... Папа, когда мы Черный список будем смотреть? Странная такая немножко штука, но вот она Черный список смотрит. Почему я привел Черный список, я уже не помню. Какая-то была неважная вещь по сравнению... Я вспомнил сейчас, но это неважно по сравнению с тем, что ты сейчас рассказал. Это интересно очень. А бабушка жива? В прошлом году еще была, да, мы звонили. Ну, эта бабушка не родная, это просто у кого мы гостили, да. Но я помню, мы в прошлом году ехали с моей мамой, с Леной, и поздравляли ее чем-то, днем рождения. А эта молитва была символом чего-то? Защиты какой-то? Да, да, ну, вот как бы от этого страха, что там... И по-прежнему, похоже, остается таким символом, символом защиты? Наверное, наверное. Сон вообще такая история, которую нужно будет, я думаю, тоже разобрать. Например, ну, это, можно сказать, привычка, но она же не зря. Раньше читать перед сном, как бы, важно было, чтобы уснуть. Сейчас, например, я там, аудио, понятно, в принтовой версии тяжело, уже там, дети, свет, ну, как бы, общая кровать, чтобы не отвлекать. Вот, поэтому, или там, что-то, аудиокнига, либо там, с YouTube, я там, включаю, например, просто и слушаю, аудиалом даже, я думаю, устал, хотя раньше визуально было важно, как бы... на моих видео хорошо засыпается? Да, ты знаешь, да, там у меня, прям, такой список, там, ты, Лобковский, да, есть, знаешь, вот. Так это я о чем? Без этого уснуть тяжело. Ну, прямо это на уровне, знаешь, начинаешь думать эти вопросы, блин, а почему я не могу уснуть просто, не включив что-то, или там, не почитав, вот, или там, не выпив, например, бокал вина. Тоже такая, как бы, история. То есть, почему в этот момент, типа, дискомфортно находиться со своими мыслями, да, которые, типа, боишься, что они там сейчас мысли, 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 и вообще не уснешь. Ну, короче, это отдельная, отдельная большая тема, отдельный большой блок. А ты усматриваешь в этом какую-то психологическую особенность, закономерность, правильно? Ну, наверное, да. Ну, это звучит внутри, как проблема. То есть, Дима, если ты не можешь звучит как проблема, уснуть, вот, как бы, или там, тебе дискомфортно как бы, находиться в этом, не знаю, состоянии, это значит, вопрос есть какой-то. И дальше вопрос начинаешь прорабатывать. Например, эти, опять же, аудио с медитацией, да, где-то там что-то подскачиваешь, начинаешь там разобраться, ага, ну, то есть, наоборот, прийти к себе. Или думаешь, надо пойти к психотерапевту и проработать этот вопрос, почему, то есть, что мешает и что останавливает вот с собой поговорить. Какой эффект всего этого интересный, хочу проверить, когда ты читаешь, ты там успокаиваешься, чувствуешь себя там, не знаю, попробуй, ну, подобрать слова, там, безопасность или уютно, или чувствуешься, не знаю, на конец дома, или кровать становится более родной, или что-то в этом роде. Почему я об этом спрашиваю? Потому что, почему-то ты сам начал говорить феноменологически, проявилось именно в этот момент, когда ты говорил о страхе, об ужасе, цепочка-то какая. После этого бабушка, похоже, значимый человек, по крайней мере, в тот момент, судьба всему, не по жизни вообще, но в тот момент, очевидно, значимая фигура, дала тебе молитву, которая на минуточку, ты уже 30 с лишним лет, сколько тебе лет там было? Ну, вот где-то, грубо говоря, ну, 30 лет точно есть. Ну, вот 30 лет ты читаешь эту молитву каждый, каждый вечер. И тут же ты стал говорить про сон. Буквально в минуту, в 30 секунд разница, ты стал говорить так же про сон. И я думаю, вот что... Скорее успокаиваюсь, успокаиваюсь в этот момент, не включаю мыслительный процесс, потому что это как бы отвлечение, ты находишься в этом. Чувство комфорта есть, потому что, мне кажется, это уже даже гормональная история. То есть я сажусь перед сном, знаешь, как бы, и прямо в ожидании, то есть трепетное даже ожидание, что я сейчас там включу наушники, там уже списочек какой-то там скачанного, допустим, чего-то и слушаю. И мало того, это может, пока не сядут наушники, то есть это не то, что я там как бы убрал, положил и уснул. Не, я прямо с этим как бы засыпаю. Такой трогательный с тобой разговор получается, знаешь, стал представлять себе, а ты в детстве сказки читали? Да. Я думаю о том, что сейчас вот я когда укладываю младшую дочь спать, младшую, но среднюю, в смысле, младшую дочь, но средний ребенок, старший. Извини, я обманул тебя. Мне не так, что вы читали, мне как раз мама оставила пластинки. Пластинки, да? Это интересная вещь. И вот когда я думаю, что значит для Миланы, это младшая моя дочь, значит, я читаю ей сказки. На самом деле, ведь в смысле, она не думает, надо бы мне развиться сейчас, надо бы мне пополнить словарный запас. Там все гораздо проще. Она ночует в отдельной спальне, у нее отдельная, соответственно, своя кроватка, и ей нужно, чтобы с ней кто-то побыл. И вот когда я читаю сказку, это становится в некотором смысле ритуалом, который говорит ей примерно следующее, он говорит ей о том, что, доча, я с тобой, потому что потом, если не хватает сказки, он говорит, папа, побудь. Можешь не читать сказки, просто побудь. И когда ты стал говорить вот о этой привычке, все это когда соединяется с молитвой, с бабушкой, с фильмами ужасов, с этой историей про сказки, которые тебе не читали, но которые включали тебе как пластинку, возникает вопрос, насколько это в жизни рядом с тобой, я метафорически, выражусь, представляя, что, ну как-то, что, что ты догонишь эту суть, все, насколько в жизни у тебя сейчас достает достаточно людей, которые читают тебе сказки днем. Ну, люди, которые тебе сегодня, кроме Лены. Да. Потому что про Лену я уже понял, ты очень тепло о ней говорил, ты назвал ее даже Ленусик. Да, Ленусик, да. Насколько тебе достаточно людей, которые сегодня готовы взять тебя, посадить на колени и прочитать тебе сказку? Ну, наверное, там, не знаю, в твоей команде, в бизнесе, среди партнеров это может выглядеть по-разному. Там, кто-то может тебя поддержать, подставить плечо, утешить. Это очень-очень малый круг. Очень малый круг. Это вот как раз к вопросу о, есть убеждение у меня о том, что вообще повезет в жизни, если ты встретишь любимого человека, супругу, и так же может повезти один раз, если ты встретишь такого же друга, да, с кем можно дружить, вот в понятии, там, не знаю, большой, крупной формы, вот как любовь. И я не могу тебе сказать, что у меня там есть, например, друг с детства или друг с института. И циклы друзей, вот они там 5, 7, может быть, 10 лет, и полностью круг меняется. Мало того, я не могу сказать, что даже возникает желание поддерживать какие-то товарищеские отношения, потом после смены этого круга. это тоже большая. А как это происходит? Ты сам оставляешь эти отношения, сводишь на нет их, перестаешь там встречаться, или просто обрываешь их, или как-то случается, что они... в основном нет, это как-то рассасывается, само собой. Это в такой стандартной как бы философии звучит. Ну, мы по-разному развиваемся. Кто-то уходит вверх, кто-то остается... Ну, вот так это... Обычно ты вверх уходишь? Ах, тоже. Конечно. Да. Знаешь, слышал об анекдоте таком. Я надеюсь, воспримешь его с любовью к тебе. Да. Потому что я тепло к тебе отношусь. Помнишь, сидит, ну, дракончик, маленький дракончик на обочине дороги проходит мимо там, ну, какой-то персонаж, мужик, например, лизается там, неважно. И спрашивает, ты что плачешь? Что с тобой произошло? Он плачет, плачет. Да что случилось-то, наконец? Он говорит, я маму съел. Значит, тот прохожий офигевает, говорит, боже, говорит, а папа твой где? Он говорит, ты папу я съел. Он говорит, ты кто ж ты после этого? Он, сиротинушка. Да-да-да. Примерно такая история. Уверен, что ты не участвуешь в этом? Не уверен. Не уверен. А мне вспомнился, вспомнила шутка из фильма, о чем говорят мужчины, когда, помнишь, там говорил, значит, сначала мне мама запрещала, потом учитель какой-нибудь. теперь жена запрещает. И когда я уже повзрослею? Это Камиль, говорит, или маленький? Не помнишь? Камиль, Камиль, Камиль. Не вот такие. Да-да-да. Когда я уже повзрослею. Но ты сохранил одного такого человека, которого сделал сверхценным. Это неплохо, мне очень нравятся твои трогательные слова о жене, но именно она взяла на себя всю нагрузку бабушки, сказок, мамы, недочитанных сказок вместо сказок пластинок и так далее, и так далее. И я думаю, там, я не знаю, насколько ты хороший человек, пока вот мы с тобой разговариваем, у меня очень какие-то теплые чувства к тебе. Не думал ли ты, что в мире гораздо больше людей, которые тебя любят, чем тебе это видится и кажется? Хотелось бы так думать, хотелось бы так верить, но все равно в это верить, но все равно есть момент, что мне кажется, нужно что-то им показать, доказать, чтобы они полюбили, понимаешь? Я предполагаю, конечно, опять же, окружение, близких людей достаточно много, которых я могу назвать близкими. Может быть, я не могу сказать, что каждый из них друг, но то, как бы, то, что мне в какие-то моменты близкие, люди говорят, ну, это, в этот момент я ощущаю, конечно, что просто как-то тебя любить можно? Я разрешаю. Можно. Не в этом вопрос, разрешаешь ли ты тебя любить, а поверишь ли ты в это, что тебя любят просто так. Потому что ты делаешь, судя по твоему рассказу, две вещи одновременно. И стремишься к сказкам, и делаешь все, чтобы разрушить эту возможность. если в этой метафоре развиваться. может быть. Очевидно, что ты стремишься к людям. Ну, и сейчас, несмотря на то, что ты откинулся в мягком кресле, ты подстроил это. Да-да-да, подстроил. Заметил. Но я отчетливо чувствую стремление, психологическое стремление к себе. Но в то же время ты делаешь что-то, что снова говорит тебе о том, что людей, которые готовы тебе прочитать сказку, больше нет. Ну, и если совсем дальше продвинуться, то очевидно, что это же ты вырастаешь. Я недавно спросил. Я вырос, и теперь наши отношения исчерпались. Я пошел дальше. Фактически ты им говоришь до свидания и закрываешь дверь. И не знать, что их нужно сохранять, всех этих друзей, не зная, насколько они там правда близки тебе или нет, но нет повода не послушать себя, что за механизм более сложный заставляет тебя это делать. И может быть, помимо там очевидных вещей, что там ты продвинулся дальше, у тебя другие интересы. Это нормально, если мы расстаемся с друзьями, но слишком типичный сценарий. Ну да, повторяющийся. Но ведь сказку хочется. Ну да, есть какой-то вот этот кружочек, может быть, даже он выглядит так, когда идешь, 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 ожидая, значит, что мне почитают сказку. Мало того, когда идешь, 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 делаешь это не совсем экологично в данном случае, потому что отдаешь, 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 якобы без ожидания взаимности, но на самом деле ждешь сказку. И в каком-то случае, не дождавшись, либо наоборот дождавшись, вот может, да, происходит эта история с... Я иду дальше искать. причем похоже, ведь все равно дождешься или не дождешься. Если не дождешься, разочаруешься одним образом. Да, финал одинаковый. А если дождешься, разочаруешься другим образом, все равно пойдешь дальше. Финал одинаковый, правда. Видите, доктор, докопались мы. Докопались, да. Если дальше продвигаться, я можно буду любопытствовать дальше? Конечно. Мне, кстати, очень комфортно, когда ты вопросы задаешь. Они не всегда появляются, но сейчас их как-то довольно много тебе. Извини, вот тоже обратная связь с тебе. Я первый раз вижу, ну то есть в YouTube это ок выглядит, а вот как модель психотерапии, когда я молчу, а ты в основном говоришь, вот для меня новая. Потому что мои предыдущие опыты в основном короткий вопрос от тебя, и я бы рассказывал. Рассказывал, рассказывал, рассказывал. Но мне интересно очень вот такая модель. Представь себе ситуацию. Не знаю. Ведь все, что ты говоришь, говоришь о том, примерно следующее, что ты очень хочешь быть любимым. Да. Верно? Правильно тебе? Да. Я почему об этом сейчас стал говорить, друг? Потому что тот комментарий, который у тебя эпизодом проскочил, он про это. Я хочу быть любимым. Примерно как картинка, когда, не знаю, знакомы ли они тебе. Вот как у тебя, попробуй сейчас чувства свои поймать, когда эту картинку тебе представлю. Идешь, идешь ты по улице, а там в песочнице дети играют. Ну и ты ребенок, в смысле. Да. Но мы же эту метафору сейчас развиваем. Вот тебе очень хочется к ним. И у них весело там. весело играют, машинки там и так далее. Смог бы подойти и сказать, а возьмите меня играть с вами? Смог бы, но не подошел бы. Ух ты, интересно, а как это ты различаешь? Если ты не подошел бы, то как ты знаешь, что смог бы? Ну, то есть, как модель поведенческая, ок, да, подойти, ребята, возьмите меня в свою песочницу. Ну, а же есть ожидание, что вы меня туда пригласили, позвали. А что ты бы скорее стоял бы в сторонке, ковырял себе в носу и ждал бы, когда, о, а ты кто? Тебя как зовут? Идем к нам, айда к нам. Да. Я, кстати, наблюдаю за своими детьми, и вот Борис, ему 6, я с удивлением наблюдаю, когда вот мы где-то вместе гуляем, и детки какие-то не в песочнице, а где-то находятся. И вот я с удивлением смотрю за его поведением, говорю, ну, когда он идет, привет, меня зовут Борис, и в игру. Я так в этот момент, знаешь, думаю, а это мой сын. Есть чему поучиться? Да. Кстати, очень многому, конечно, детей сейчас. Как бы это в сегодняшней жизни выглядело бы? Что ты имеешь в виду? Как бы в сегодняшней твоей жизни выглядела бы эта песочница? Вот то, что делает Борис, как бы выглядело это в твоей сегодняшней жизни? Ну, когда тебе хочется эту сказку на ночь, когда тебе хочется быть принятым и хочется быть любимым. Да. И вместо этого такого высокомерного, казалось бы, поведения, по форме оно высокомерное. По сути, ведь там много какого-то трепета, наверняка, и какого-то страха. Ну, да. Хотя высокомерно, наоборот, выглядит то, что сейчас, ну, в моей сегодняшней жизни это так, смотри, даже если есть свободное время, я, например, не пойду в какой-то, ну, например, не свой ресторан. В ресторан чужой. Хотя, может быть, было бы какое-то время. Причин я там могу накидать сколько угодно, но они будут, скорее всего, про то, что это, где-то там нужно будет одно выловить правдивую. Это не про то, что там мне дискомфорт, создавать дискомфорт, потому что там Борисов пришел, персонал напряжется, знаешь, еще. Короче, тут куча всякого вот этих глупостей на самом деле. Но, если копать в эту сторону, ну, то есть, я бы с удовольствием ходил, например, как Ленусечка, она спокойна, особенно новое открывшееся заведение, она спокойно с девчонками идет, и я тоже на это смотрю так, о, типа, а так что, можно было? Вот, потому что есть вот эти куча, куча каких-то мыслей, что там, ну, ребята, там, у вас своя песочница, да, и мне кажется, вообще вы со своей песочницей на меня как-то так смотрите, ну, типа, да что там, Борисов там, и типа, ну, короче, куча, Отвержений боишься? А? Отвержений боишься? Отвержений, негатива, да. Маскируешь под то, что все, будут суетиться, когда ты придешь, это как будто бы... Не, это неправдивая причина. Как будто бы простой способ спрятаться, он имеет какую-то такую псевдо, я подчеркнул псевдо, высокомерную природу, потому что ты даже не очень убедительно играешь здесь. Да. Ну, в том смысле, похоже, ты критичен к этой части. Почему? Мама сказки не читала. Ну, как это сейчас внутри тебя, почему? Да, видно, не было дела особенного, и, может быть, и желания, то, что, как бы, не знаю, может, у нас-то у родителей так же сейчас происходит. то есть, нет такого яркого... Я помню, бабушка-дедушка, мои родные, бабушка-дедушка, да, когда я у них жил, а был период, я прям долго у них жил, вот, а мне все время казалось, что вот есть бабушка-дедушка, и у них есть ребенок, мама, я, вот, а папу как-то быстренько они там, я так понимаю, слили. Да, поэтому... в каком смысле, он не жил с вами, или они перестали его замечать, типа, но он оставался в семье? Первый период, когда я что-то мог помнить, да, это жили еще все вместе, бабушка-дедушка, мама, папа, я на Киквидзе, вот, потом, из-за того, что какие-то конфликты стали возникать, ну, мне там было пару лет, пару лет всего, поэтому детали не помню, какие-то, может быть, яркие только вспышки, вот, бабушка-дедушка, конечно же, продали квартиру и две отдельные маме, значит, уже живи отдельно, вот, но стали жить отдельно, и конфликты усиливались, потому что это уже конец 80-х, вот, папа выпивал, и это всегда звучало прямо, ну, типа, это проблема, там, с соответствующими, там, фразами, и все такое. Он алкоголиком буквально был, или? Ну, мама называла это так, но, учитывая, что теперь, отцу сколько, 70, то есть, он лет 20-30 вообще не пьет, я так понимаю, это, ну, скорее всего, это не была проблема, которую можно было так назвать, это просто скорее, как бы, маме хотелось так это все, как бы, называть. И получалось так, что, видно, мама вот в этой такой, не знаю, позиции тоже, дочери находилась, и особо, наверное, мне так уже сейчас кажется, не хватало, ну, по крайней мере, у меня всегда этот был запрос, и даже сейчас, когда там, какие-то мы проговариваем с мамой, вот, мое детство и прошлое, мои какие-то травмы, как мне кажется, вот, и откровенно всегда, я говорю, мамочка, мне там, ну, всегда не хватало твоего внимания, твоей любви, я там, до какого-то серьезного возраста не мог вообще представить, что я могу к тебе подойти, там, обнять, там, тебя, и от тебя особо, там, не помню, так, чтобы это было прямо такое, знаешь, как отношение в любви, ну, и по итогу, получается, и, а как мама реагирует? Мама реагирует не очень, конечно, да, она, конечно же, ну, говорит, нет, Димулька, я тебя люблю, там, ну, как бы, я там всегда, о тебе как бы заботилась, у нее там свой, я говорю, в этот момент, мам, я понимаю это, но я тебе сейчас говорю о своих чувствах, может быть, которые тогда были, и, скорее всего, сейчас они тоже как-то отражаются, отражаются, то есть, мне не хватало, то есть, по крайней мере, такой, как бы, знаешь, катарсиса, когда мы это там проговорили, все, и там, да, я понимаю, да, я понимаю, прости, прости, такого у нас не было, это все еще находятся, наверное, в какой-то, в какой-то игре, игре. Мне это тоже знакомо, в какой-то момент я, мне было 28 лет, папа приехал, папа приехал домой, в командировку, он тогда уже жил в Минске, а я в Витебске, еще я из Белоруссии сам, вот, он приехал, и мы выпили нормально, так крепко, это была уже вторая бутылка канику, вот, и я вдруг решил ему предъяву кинуть, да, только спустя годы я понял, что это такой способ через задницу, ну, да, особенно в таком состоянии, ты никогда меня не любил, не, в другом состоянии мы вообще не сказали бы, я думаю, на тот момент, да, я тогда мне был, был гораздо менее осознающий, я ему сказал, ты никогда меня не любил, и он расплакался, да я любил тебя больше всего, это был первый способ, первый момент, когда мы говорили друг друга любви, и только спустя годы до меня дошло, что ведь я не спросил прямо, папа, ты гордишься мной, а папа, ты меня любишь. И вот несмотря на то, что он сказал, я люблю тебя больше всех, мне трудно это было присвоить по той простой причине, что это не было прямым запросом. Я когда переехал жить в Украину... То есть это утверждение было твое, а не через запрос? Да. Как у тебя? С обидой. Да. Я когда приехал в Украину, здесь оказалось, дети в детском саду поют такую интересную песню. Я узнал это только вот, когда младшая пошла в детский садик. Оказалось, что все дети Украины эту песню пели, наверняка и ты. Потому что мы ее в Беларуси не пели. Она звучит так. Ты меня любишь, а ты со мной будешь? Будем мы вместе, будем вместе, но навсегда. Это вот такой детский способ напрямую спросить, а ты меня любишь? Он, конечно, немножко наивный. Я хочу его развернуть шире под тот возраст, который есть у нас там. 40-46 лет. Ну, насколько это возможно, там, в контакте с той же мамой, и не только с мамой, на самом деле. Я когда говорил, сколько людей тебя сегодня любят. Ведь сказка в твою жизнь просится не случайно. И отношения угандониваешь ты не случайно. Ты делаешь две вещи одновременно. И насколько возможно сегодня, там, прямо маме сказать, мам, ты меня любишь? И посмотреть, что с тобой произойдет. Да, ты знаешь, я даже помню, ни разу в жизни даже так не спрашивал. А ведь это вот, если ты говоришь о незавершенном гешталите, ведь мама тебе говорит, Димуля, я люблю тебя. Ну, кстати, ты тоже говоришь, очень тепло, мамуля. Это минимум говорит о том, что отношения ваши теплые, близкие. Но говорить прямо вопрос. Мама, ты меня не любила, мне не хватало тебя, я обижался. Да, да, да. Вот такое. И я буду сам слушать тебе сказку на ночь, после этого, этим же вечером. Прямо спросить маму, другие люди. Похоже, эту безусловную по умолчанию любовь ты получаешь только от Ленуси. Да. Вот маме, мамочка, ты меня любишь? Хотя я даже у Ленуси никогда не спрашивал так. Да? Да. Прикольно. Ну, потому что она говорит. Да, да. Но ты прав, да, это важный вопрос. По поводу него, у меня просто, опять же, я сейчас думаю, а почему я этот вопрос не задавал. Тоже установка. По той же причине, по которой ты не идешь в песочницу, не говоришь, давайте дружить. Возьмите меня с собой, давайте играть, а давайте дружить вместе. Хотя мне это понятно. Мне кажется, я чем-то похож в этом месте, потому что я тоже, сколько помню, всегда кто-то меня звал в какую-то песочницу, начиная от буквально песочницы, заканчивая каких-то всех мест, где я сегодня оказываюсь. То есть, если я окажусь в какой-то компании, чего я не очень люблю, но если я окажусь в какой-то компании, скорее всего, через очень короткое время кто-то подойдет и скажет, что меня зовут Вася, Петя, а ты кто? То есть, по сути, вот это вот «давай дружить», оно будет делегировано, спроецировано другим людям. Важно этот навык развивать. И я помню, что однажды, когда я обнаружил эту сложность в себе, я специально поперся на какой-то тренинг. Неважно уже какой, неважно про что, что-то про бизнес. Но с целью я пошел очень прикольный. Я даже два тренинга подряд запланировал в разных сообществах, чтобы прийти, и там много, чуть-чуть, 200, наверное, было, чтобы выйти в перерыве и тренироваться «выдавай дружить», замечая, что со мной происходит. Я сам подходил и говорю, «Привет, тебя как зовут?» Да. «Мальчик, тебя как зовут?» «Дима». «Давай дружить». Понимаешь, да? Да, у меня такой же был опыт, только это назывался тренинг личностного роста. И там несколько, я помню, таких вот упражнений, которые прям очень… Это вот что-то из разряда, наверное, как ты говорил, коллективная психотерапия, скорее всего. Групповая. Групповая, да, психотерапия. Где на красной точке нужно было вот это заявление, какой я, чтобы зал в это поверил, да, и там, ну, на 100%. То есть даже если кто-то один остается, не верю в мое это заявление, я продолжаю дальше. Ну, это очень такая изматывающая, я помню, история. Это прям несколько часов длилось, пока я не проговорил это таким образом. А что это? Что ты там говорил? Я не помню конкретно, там, может быть, как это звучало, ну, там, какой я, там, любящий, вот, отдающий, там, и еще как-то, там, три, по-моему, три или четыре было, как бы, слово. Но я помню, вот, ощущение, конечно, после того, когда проходишь эти все истории, и действительно становишься таким, вот, это такое, прямо очень классно. Слушай, а когда ты примеряешь эту фразу на себя, там, мамочка, ты меня любишь? Мамуля, как правильно, мамуля? Мамуля, ты меня любишь? Ты меня очень любишь? Что за чувство внутри тебя, когда примеряешь эту фразу на себя? Сейчас это как в освобождении, потому что, когда, вроде, это же очевидная, вроде, вещь, да, и очевидная, как бы, фраза, но сейчас есть готовность это говорить, да, хотя, может быть, она в голове это и была, но я ее не проговорил, а сейчас есть готовность. А когда уже готовность, это уже 90, я так понимаю, 5% успеха, потому что, когда находишься, например, в конфликте, ну, там, начинаешь, ну, вот, например, как в отношении с женщинами были, да, с супругой, да, то есть, ты понимаешь, что это вообще короткий способ, ну, просто вот так сказать, не, вот это, как ты правильно показал, а ты, блин, со всех сторон заставить, чтобы сказочку мне почитали, да, это только с женщинами, да, получается, с пацанами что-то, я не могу вспомнить, хотя с пацанами тут тоже с отцом, наверное, история получается так, что практически никогда не было у меня вот друзей, товарищей моего возраста, в основном всегда старше, и даже бизнес-партнеры тоже, тоже как бы старше, то есть, всегда, и вот это даже иногда ощущение, я себя ловлю, когда мы просто, ну, как полноценные деловые партнеры, но я все равно себя внутри ощущаю, что я как, как сын скорее, как бы, друг или, там, партнер, как отец. А можешь попробовать мне сейчас сказать одну фразу, которую я тебе прошу? Угу. Ну, простая будет. Да. Игорь, давай дружить. Игорь, давай дружить. Как ты легко сказал. Потому что искренне, Игорь, я хочу дружить, правда, не знаю, финансовые взаимоотношения, я хочу, да, как бы, чтобы ты не воспринял это как корость, да. Нет, когда мы будем не дружить, а работать, я буду оплачивать, а так я искренне хотел бы с тобой дружить. Игорь, давай дружить. Что происходит сейчас, когда ты так говоришь? Нет, сейчас я понимаю, прикинь, сколько возможностей. Это ж можно так легко, блин, столько, столько, столько друзей создать, я бы так даже сказал. В фоне какое-то чувство сейчас есть у тебя, помимо радости и возможностей, что-то еще есть? Вот какая-то магия происходит, потому что вчера, когда были новые люди в нашем доме, ну, я прям кайфую, мне сильно нравится, когда... Когда гости приходят? Когда гости приходят, когда большая семья, много, много друзей, когда я готовлю, вот эту вот сказочку добиваюсь, потому что они же мне потом говорят, блин, как это вкусно, ну, то есть у меня такая вот форма, я понимаю уже, вот, экологичная форма получения этой сказочки, да, а не через какие-то разрушения отношений и негатив. И вот вчера я именно вот так вот, с такой же улыбкой, наверное, как сейчас, дебильненько немножечко, вот, вот, прямо каждый, каждого дост, любимый ей, я вот так вот говорю, там, вот, ну, прям с кайфом, да. И по сути, это вот еще вчера произошла история, была семья, которую, ну, раньше, ну, я бы, ну, прям, не знаю, я даже думал, ну, даже неинтересно было бы к нам, как бы, приехать. Вот, хотя это плюс-минус один наш возраст, и я уже сейчас понимаю, приехали они к нам, когда я реально искренне пригласил, потому что до этого несколько раз мы приглашали, ну, когда там где-то виделись, мы... С надеждой, что не приедут? Нет, это скорее формально, да, хотя как бы формально, а когда вот действительно мы случайно, опять же, там, накануне были вместе на дне рождения у других наших знакомых, вот, и уже, я так понимаю, вот, я так пригласил, что ребята раз, на следующий день приехали, причем приехали еще двумя способами, потому что тоже много детей у них, на лодке и на машине, ну, там, какие-то дела там были в городе, и тем не менее мы потом целый день провели дома. Ощущение вот такое вот, кайфовое, позитивное, потому что, я же говорю, а что так можно было? Да, хотя там какие-то были мысли, стереотипы, куча вообще какие-то трухи в голове, что типа, да нет, может, неинтересно, может, как-то, ну, короче. Остался один последний этап завершения гештальта, как ты говоришь? Да. Слушай, ты теряешь деньги, Игорь, потому что это все как-то за один раз, хочется походить, хочется дружить, Игорь. Ты представляешь себе ситуацию, в которой ты обращаешься к кому-то с прямой просьбой? Такая бредовая немножко ситуация для сорокалетнего мужчины. Ой, нет, вообще-то что, у меня это ж, вот это из этого же разряда. Ты что, что-то попросить? Прочитай мне сказку. Ну да, попросить, да. И ты ведь довольствовался все время тем, чтобы там слышать пластинки. Сейчас довольствуюсь тем, чтобы слушать аудиокниги. Это хорошо, в смысле, это образовывает, это успокаивает, это там замедляет, ну, делает счастливее, может быть, даже. Это суперздорово, не оставляет. Но, я думаю, есть оборотная сторона, что в какой-то момент, возможно, имеет смысл обернуться назад и попросить кого-то. Ну, прочитай мне сказку. И, может быть, действительно, это могло быть прямо в таком виде, вот, устроено. Да. Мне даже интересно, как эксперимент бы, что бы могло произойти, если бы ты прямо попросил бы какого-то близкого для тебя человека. Не знаю, можно же с женой начать. А так, глядишь, все сказки народов мира, может быть, если понравится. Это ты как домашнее задание даешь мне. Вот интересно, что с тобой произойдет. И те чувства, которые тебе возникнут, здесь важна не магия этого действа. Здесь важно, что появляется некий новый опыт и некие чувства, которые здесь появятся, тех, которых ты раньше не замечал. Это не значит, что теперь нужно все время жену просить читать на ночь сказку. Но появится... Почему это важно? Потому что все, о чем мы с тобой говорим, это про то, что любовью в своей жизни можно управлять. Можно ее увидеть там, где раньше не видел. Можно попросить, если раньше этого не замечал. Можно не упрекнуть, а прямо спросить. Просить. Как в случае с мамой. И твоя жизнь в этом аспекте, она становится управляемой. Минимум управляемой. И мне даже интересно, какие чувства появятся в тот момент, когда... Если ты попробуешь этот эксперимент. Слушайте, мне сказку. Интересно, прямо так. Да. Если ты спросишь, какое чувство сейчас, чувство дальше. Скочить, быстренько бежать. Сразу вопросом задавать. Целый список, да. Круто. Ну, хорошо. А ну, видишь, казалось бы, просто. Ну, блин, сорок лет, когда не приходишь к такому простому ответу. Удивительно. Обычно все самые сложные вещи, они самые простые. Есть какие-то сложные навороты. Вот твой язык даже. В начале сессии сейчас, замечаешь ты или нет, изменился радикально. Да. Он был насколько сложен в начале. Да. А почему это, кстати? Настолько простым он стал в конце. Да. А почему это так? Это скорее для тебя вопрос. Я лишь могу предположить, что ты перестал хотеть мне понравиться. Да. У меня тоже самый ответ был. Твой язык стал радикально проще. Но иногда такие самые простые вещи, они самые трудные. Потому что, ну, легко сделать такой крюк, и там вроде ты ничем не рискуешь. Ну, а там, мама, ты меня любишь? Ну, там, в случае мамы, не знаю, есть ли риск или нет, но все равно сердечко наверняка бьется. А почитай мне сказку. А можно с тобой дружить? Ну, там всегда есть возможность, там, не знаю, что услышать, нет. Или услышать что-то такое, чему ты не поверишь. Ведь это тоже проблема. Тебе могут сказать, люблю, но ты не поверишь в это. Это очередной вызов, который будет стоять перед тобой. Поэтому чем проще будет устроена коммуникация, тем лучше. Расскажи, есть ли какие-то периоды терапии? Я, опять же, глобальным таким вопросом, может быть, завершу. То есть к чему нам, простым людям, которые хотят прийти к специалисту на терапию, готовиться? Это количество посещений, это период, это по запросу, как это? Там какая история. Вот мне, что бы ты предполагал? То психотерапия, она нужна только в тот момент, и даже когда ко мне приходит клиент, я им рассказываю, как выглядит психотерапия, что это такое происходит. Ну, потому что у людей какое представление о том, что мы будем копаться в детстве, искать травмы, теперь поймем, и все изменится. А это ведь не так. Ведь несмотря на то, что как раз в твоем случае много говорили о твоем детстве, ну, поскольку это очень очевидно проявилось, это редко так бывает, ну, чтобы мы так много о детстве говорили. Но все, на что я обращал твое внимание, это не закрыть те самые гештальты в детстве, а сегодня обратить внимание, как тебе сегодня хочется жить, учитывая тот детский бэкграунд. Потому что мне важно, чтобы ты сегодня стал счастливее, и это ключевая штука. Ну, я обычно описываю, что это такой процесс, требующий времени, и времени долгого. Ну, поскольку, кроме всего прочего, там, кроме того, что я занимаюсь в психотерапии, я в некотором смысле еще специалист по инвестициям в области душевного развития, поэтому я бы не рекомендовал идти на психотерапию, если человек не готов изначально. Конечно, у всех есть свобода потом уйти, понять, что это вообще не твой человек, не твой терапевт, и это нормально, если ты поймешь, что через 2-3-5 сессий. Если человек не готов интересоваться глубоко своей жизнью на протяжении хотя бы года, смысла не имеет. Потому что эффект от сессий, которые будут через полгода, выше, чем от первого полгода, а на втором году больше, чем за весь первый год. Почему? Потому что каждый раз на, там, 20-30-40-й сессии с одним терапевтом навыков себя осознавать будет больше просто. Ты сам станешь инструментом, ну, более заточенным, что ли. И в этот момент, когда ты стал инструментом более заточенным, чтобы себя менять, ты берешь и бросаешь терапию. Поэтому обычно после первой сессии людям говорят, вы подумайте. Вот у меня нет специальной задачи, у меня и времени-то не очень много. Нет специальной задачи заработать немножко денег. Поэтому подумайте, надо это или нет. И если надо, возвращайтесь. Поэтому раз в неделю хотя бы год имеет смысл. Реже, чем раз в неделю или меньше, чем год, не имеет смысла. Ну, в смысле-то... Ну, поосознавать что-то про себя по чуть-чуть имеет смысл. Но поскольку психотерапия обладает накопленным действием, ну, потому что раз за разом, за разом, за разом, за разом и так далее. Вот, например, у меня 12-й год терапии, по сути, суммарно. Мне так интересно сейчас. Вот у меня завтра встреча с терапевтом. Я жду ее. Это же прикольно вообще. Мне интересно поговорить про себя. И чем больше мне интереса... Ну, я стал инструментом, который способен добывать из разговора гораздо больше, чем я это мог делать, там, 10 лет назад, 15 лет назад. Поэтому примерно такая история. Ну, такой. Главное, чтобы был интерес к жизни своей. Вот он, он ключевой. Потому что люди, которые... Ведь психотерапевт в мозгах людей — это человек, который проблемы решает. Как помнишь в этом... В криминальном чтиву, как этого... Мистер Вульф. Вульф, да. Решает проблемы. Да-да-да-да. Вот. А на самом деле психотерапевт — это тот, который ходит по твоей жизни и говорит «О, Дима, а чего у тебя здесь? А здесь еще? Охренеть, как прикольно здесь. А чего у тебя здесь?» И вот тот человек, который проводник такой любопытный, немножко скудоумный порой, такой «опа». Вот. А иногда там бывает такой там суровый, жесткий в смысле. Слушай, ну, хрен делаешь какой-то. Ну, иногда вот это такой контакт, в котором потихоньку, 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 потихоньку. А когда ты говоришь «свой, не свой» психотерапевт, важно, да, какое-то, ну, вот это ощущение? Потому что, с одной стороны, можно как к доктору относиться. Ну, типа, как мы друг другу чувствуем, это вторично, потому что я же пришел к доктору. Или здесь такого нету, потому что ты говоришь, что ты же не лечишь, по сути, да? Ты же просто вот... Я думаю, что вообще в любой сфере, даже с доктором это прикольно, но с доктором что, ты встречаешься один раз вообще. И доктор не лечит собой. Потому что, по сути, наш таборазговор, он строился на том, на моем любопытстве, возникшем в эту секунду. Вот спроси мне, какую технику я использовал. Ты мне задал этот вопрос, он бессмысленный. Вообще никакой техники, нету никакой техники. То есть, есть только способ, чем я буду более чувствительный, чем честнее я буду с тобой, тем эффективнее будет процесс психотерапии. Психотерапевта, как и жену, нужно выбирать, ну, там, сердцем, животом. Когда мы приходим, понимаем, мне здесь хорошо. Ну, как ты понимаешь, приходишь в это место, в город приезжаешь, понимаешь, красивый город, Париж, а жить не можешь здесь. Ну, все не твое. Приезжаешь в Рим, он еще более шумный, но твой. Ну, например, или наоборот. Ну, ты же как-то чувствуешь это внутри, вот так и терапевт-то. Я даже думаю, что все эти маркетинговые штуки, типа, там, не знаю, сайт, работаю с паническими атаками, работаю еще с чем-то. Я бы бежал из этого места, на самом деле. Ну, либо понимаю, что этот человек вынужден играть по правилам маркетинга, который диктует старые представления о рынке. А на самом деле, выбираешь ты все равно здесь. То есть, тебе важно посмотреть на человека. Он может быть самым лучшим терапевтом в стране вообще, но не твой. Но ты приходишь, чувствуешь, что не твой. Но не путать с моментом, когда этот терапевт тебе надавит на какие-то места, случайно вообще, вопросом еще и чем, что тебя обидит, разозлит. А мы уже знаем, как ты обращаешься с обидой. А еще хуже, когда в какой-то момент этот терапевт станет близким для тебя. И вот тогда-то у тебя, мы эту тему не трогали пока. Заработают механизмы, когда ты подумаешь, кажется, я уже поздоровел. И вообще мне нужно идти дальше, я уже развился больше. Этот терапевт мне уже больше ничего не может дать, пойду и другому. На самом деле, это защитная какая-то реакция. И вот тут самая важная штука начнется. Как ты понимаешь, она случится не через месяц. И вот там ты сделаешь то же, что делаешь в своей жизни, и произойдет это через год. Через год ты скажешь своему терапевту, похоже, мне сейчас женщина нужна. Или, похоже, сейчас мне нужен кто-то, терапевт, кто еще немножко понимает про бизнес. Или, похоже, сейчас я как-то все, что с тобой мог поднять тема, они поднялись, буду идти дальше. Понимаешь, да? Да. На поверку ты сталкиваешься со своим страхом близких отношений и с неверием в то, что есть много людей, которые тебя любят, находятся рядом сейчас и готовы прочитать тебе сказку. Тебе не нужно этого заслуживать вообще от слова совсем. И только на своем опыте ты это сможешь заметить. Ну, хорошо. Остановимся? Да. Спасибо. Спасибо.